Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Госпиталь обеспечен медикаментами. Врачи оказывают необходимую помощь ковид-больным. Репортаж об эпид-обстановке в Усть-Жигутинском районе. Дорожный пристав в рамках рейда. Судебные приставы совместно с полицейскими взыскивают задолженности на дорогах Карачаева Черкесии. В Карачаеве Черкесии появилась единая транспортная карта, где и как можно ее оплачивать и в чем преимущество нововведения в репортаже Вестей. Дары Камчатки снова в Черкесске, в доме предпринимательства открылась рыбная ярмарка. Начинаем выпуск с Вестей из оперштаба. Сегодня в Карачаеве Черкесии выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 13 652 человека. Из них 12 123 выздоровели, 915 госпитализированы. Идет тенденция к снижению заболевания коронавирусной инфекцией в Усть-Жигутинском районе. Об эпидемиологической ситуации, о работе COVID-госпиталя и о мерах предосторожности рассказал сегодня главный врач Усть-Жигутинской центральной районной больницы. Марат Шакманов, Алихан Лепшоков с подробностями. Часто начало недели бывает напряженным из-за большого количества поступающих в COVID-госпиталь. Но на этой неделе у нас много выздоровевших больных тяжелой формы, отмечает главный врач Центральной Усть-Жигутинской больницы Марат Шакманов. На сегодняшний день лечебное учреждение обеспечено всеми медикаментами. Врачи оказывают необходимую помощь больным. Вчера было выписано 15 человек, было госпитализировано 8 человек. По поводу амбулаторных больных на уровне района, сейчас что стало лучше? Сейчас стали обеспечивать на амбулаторном этапе противовирусными препаратами, антикоагулянтами начали обеспечивать и жаропонижающими, которые необходимы на этапе амбулаторного лечения для пациентов. В целом выписаны более 800 больных из ковид-госпиталя. Эпидемиологическая ситуация в районе достаточно стабильная. Каждый день медработники выезжают на вызовы. Если быть точным, вылечилось уже 873 человека выписаны по выздоровлению. И 164 человека находятся на стационарном лечении на сегодняшний день. Да, смотря, анализируя ситуацию, возможно, мы сейчас на какую-то оплату, возможно, идёт небольшое снижение по сравнению с тем, что было. Также Марат Муратович отметил, что проблем в госпитализации тяжелобальных коронавирусной инфекцией нет. В аулах и отдалённых населённых пунктах также активно работают участковые врачи, к которым могут обращаться жители при появлении симптомов COVID-19. Во всех аулах в Усть-Ягутинском районе имеются прикрепленные врачебные амбулатории участковой больницы, где там имеются доктора, которые наблюдают за населением данного аула. Есть бригады, которые выезжают на заборы мазков. После забора мазков приходят результаты, уже доктор с ними связывается и по телефону, или делают первое посещение пациентов, у кого выявлен COVID-19, назначают лечение. И после этого уже идёт динамическое наблюдение. Главный врач Марат Шакманов ещё раз призвал жителей соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы сохранить здоровье себе и близким. Алихан Липшоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Усть-Ягутинский район. Заплати все долги вовремя и спокойно садись за руль. Иначе аппаратно-программный комплекс дорожных приставов всё равно распознает номера автомобилей, должников и транспортное средство окажется на штрафстоянке, а водителю придётся переквалифицироваться в пешехода. Фатима Даурова стала свидетелем такой трансформации. Среди плотного потока транспорта система дорожных приставов в течение нескольких секунд распознаёт автомобильные номера, владельцы которых находятся в чёрном списке неплательщиков. Для правомерности процесса судебные приставы работают совместно с инспекторами ГИБДД, которые и останавливают указанный дорожным приставом автомобиль. А взыскание задолженности осуществляется судебными приставами. Судебный пристав сначала объявляется должнику его права, объясняет, что у него есть задолженность. Если он отказывается оплачивать свою задолженность, составляется акт опсиареста, изымается транспортное средство и эвакуируется, или оставляется должнику под ответственное охранение. В течение 10 дней он может это обжаловать или прийти погасить свой дом. За несколько дней работы выявлено и арестовано 10 единиц автотранспорта. Если должники в кратчайшие сроки не предпримут меры по погашению задолженности, автотранспорт будет реализован и вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности. Владельцы автомобиля являются должниками по исполнительным производствам различных категорий. Алименты, налоги, кредитные платежи, ЖКХ. И если водитель зарегистрирован в базе данных службы судебных приставов, то дорога окажется короткой. Как, например, у владельца этой машины, которую отправляют на штрафстоянку. С утра был шофером и сидел за рулем, а в обед переквалифицировался в пешехода. По данному исполнительному производству был выявлен должник, составлен акт опечения имущества ареста. И в данное время имущество изъято и эвакуировано. В дальнейших действиях будут уже проведены торги имущества. И оценка имущества, как произведется. Торги произведутся, в дальнейших действиях уже будут, исходя на это. В основном реакция адекватная. Все понимают прекрасно, что если имеются долги, то рано или поздно, если, соответственно, их не оплачивают, они попадают в службу судебных приставов и, соответственно, не взыскиваются. Приставы обращают внимание жителей республики, что в настоящее время прием наличных денежных средств, счет оплаты долгов не осуществляется, а погашение на месте может происходить только при использовании пластиковых карт через терминал, находящийся в служебном автомобиле дорожный пристав. Этот способ представляется наиболее удобным для водителей, которым не обязательно посещать отдел судебных приставов, чтобы оплатить задолженность. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Новогодние скидки до 30%. Куртка в подарок. Спешите до 31 декабря. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В ауле Псыш по улице Джиндубаева активно ведутся работы по строительству многофункциональной спортивной площадки, соответствующей современным стандартам качества. Но совсем недавно здесь располагалась стихийная свалка, от которой страдали жители близлежащих домов. Было принято решение, что на этом месте появится объект, который принесет пользу населению. Жители проголосовали за спортивную площадку. На данный момент здесь засыпали и укрепили основу. Проведена работа по укладке мягкого покрытия. Сейчас устанавливается ограждение. Жители аула Псыш не сомневаются, что спортивная площадка станет центром притяжения любителей здорового образа жизни. Черкесске ввели единую транспортную карту, которой можно оплачивать проезд в любом муниципальном транспорте, гордоавтобусах, троллейбусах и маршрутках. В чем их преимущество, расскажет Ольга Савенко. Новый проект разработан с помощью мэрии Черкеска совместно с партнерами «Золотая корона», «Паусбербанк» и некоммерческой организацией «Расчетные решения» согласно 54-му федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники. Транспортные карты Черкеска представлены в трех видах. Абонемент для граждан, для юридических лиц и простая карта, которую можно пополнять на любую сумму. Как говорят пассажирско-транспортном предприятии номер один, это сделано для удобства пассажиров. Эта карта предназначена для тех видов категории лиц, которые не имеют банковских карт, но могут воспользоваться этими картами на условиях скидочного процесса. Действительно, использование транспортных карт имеет ряд преимуществ. Сегодня оплата проезда в общественном транспорте города при наличном расчете составляет 19 рублей, при безналичном – 17. Используя новую транспортную карту, чем больше ездишь, тем меньше платишь. Первые 10 поездок здесь будет 17 рублей. Вторые – с 10 поездки по 20 поездку 16 рублей. С 21 по 30 – 15. И так вот скидочный процесс идет. В итоге стоимость следующих поездок составит всего 13 рублей. Воспользоваться новой услугой несложно. Для этого нужно всего лишь войти в приложение Сбербанк. Находим образование транспорт. Следующая графа. Ищем транспортные карты. Ищем город Черкесск. Вот пополнение транспортных карт в город Черкесск. Заходим сюда. Вводим номер карты. Ну, например, 123. Продолжаем. Пополняем. И ездим в комфорт. И гораздо дешевле, чем районе. На сегодня весь муниципальный общественный транспорт Черкесска оснащен терминалами безналичных расчетов. До конца текущего года соответствующее оборудование будет установлено и во всех автобусах индивидуальных предпринимателей, а в служивших городские маршруты. Данные транспортные карты будут работать у всех перевозчиков. То есть это троллейбусное управление, ПТП-1 и индивидуальные предприниматели. Оплата проезда безналичным способом пользуется все большей популярностью у горожан. Сегодня доля тех, кто оплачивает свой проезд банковскими картами, составляет почти 50% от общего числа пассажиров. Приобрести транспортные карты можно по адресу город Черкесск, улица Кавказская, 60. В ближайшем времени это можно будет сделать у любого водителя муниципального транспорта. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В доме предпринимателя открылась рыбная ярмарка «Дары Камчатки». В ассортименте более 20 видов полезной вкусной рыбы и, конечно, красной икра. Светлана Шаганова расскажет подробнее о рыбных деликатесах. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. И поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же у кого какие предпочтения. Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30 наименований. Новинки у нас есть. Кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбица. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Найсвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа, это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Мы рады видеть покупателей города Черкеска. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаева-Черкесии в городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя. Рядом с республиканской стоматологией. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И последнее. В связи с модернизацией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в республике, в течение трех дней планируется проведение тестовых запусков системы оповещения. Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Это все Вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин